Мы с вами продолжаем путь в реке Булюпе, которая соединяет Даугу и Лелупе. И постепенно подходим к известному месту. Это территория, на которой живет известный скульптор Паул Янсамс. И он здесь для общего обозрения, абсолютно бесплатно, выставил свои скульптурные композиции. И парк называется Парк каменных скульптур. Ну, чтобы узнать, что они значат, это нужно зайти не с кораблика, а наоборот, с электрички, с саму территорию, ход бесплатный, можно смотреть все, что угодно, трогать руками скульптуры. Иногда скульптор сам выходит к людям и рассказывает о каждой скульптуре, об идее, что он хотел притворить в жизнь. Прекрасное зрелище. Очень интересно с парохода наблюдать это, проплывая неторопливо, попивая пиво, кока-колу, лимонад какой, кушая мороженое. Ну, здесь, кроме этой скульптуры, есть еще и дикие берега, куда приятно приехать на машине, поставить палатку, покататься на реке, попробовать свои силы в серфинге, просто искупаться с детьми, загорать. Вот эти ребята, молодые люди, поняли, что от парохода будет идти волна. Наверное, не уверены в своих силах или боятся, что от волны может их раскачать так, что они упадут. Встали на колени и идут, плывут к берегу. Правильное решение приняли, своевременное. Наконец-то река Булюпы впадает в лилопы. Это вот песчаная коса, выход в море. Хороший берег песчаный. Дикие берега, заросшие камышом. И не торопясь, мы подходим к великолепному зрелищу. Это белая дюна. Просто такая красивая, что невозможно оторвать глаз. Пароход с нее проплывает не спеша. И в нее постоянно можно любоваться. Любуемся не только мы, но и проходящие яхты. И вот так же, может быть, и эти цапли любуются этой дюной. В заболоченных берегах этой реки лилопы. Очень много семейств цаплей. Может, с удовольствием, с интересом разглядывают проходящие катера, яхты и наш пароход с туристами. Хорошо, вот так вот, не спеша, с попутным ветерком, на яхте, помахивая ручкой. Проплыть по лилопы, по булюпы, до яхт-клуба. Загорать, насладиться живописными пейзажами. Очень красивый берег сосновый. С дачным поселком, с домиками, с чистым воздухом. Исключительное зрелище за кормой нашего небольшого кораблика. Просто глаз не оторвать. И проплывают на скорости катера. Красиво идут. Ну, мы за кормой осталась. Белая дюна. Впереди железнодорожный мус. Фактически мы уже находимся в Юрмале. Это берег Юрмала. Достаточно их клубов вдоль берега, черты береговой. Где люди держат свои яхты, катера, водные мотоциклы. Железнодорожный мост. Впереди нас ждет автомобильный мост. И аквапарк. Аквапарк, станция Булдыри. Добро пожаловать. Приезжайте. Не зря потратите время. Получите массу впечатлений. Особенно дети. И от природы, и от окрестностей. И от живописных домов. И от самого аквапарка. Тут разная высота. И небольшая. Большая. На любителя. То, как рассчитывать свои силы. Можно смотреть с парохода и только строить планы. Или, может, даже завидовать тем людям, которые там сейчас находятся на водных аттракционах. Прошли мы автомобильный мост. Оставили за кормой аквапарк. И впереди нас ждет Юрмал. Это электрический рейсовый пароходик. Который совершает рейсы из Риги в Майере и обратно. Он всегда полный. Вот там он отличается от нашего кораблика. Тем, что нету буфета. И сиденья так расположены, что спиной сидишь к живописным окрестностям не очень удобно. Это уже Юрмал. Вот железнодорожный вокзал в Майере. За этим мысом, который зарос камышом. Рыбаков здесь достаточно много. И места рыбные. Рыбы, наверное, хватает. Не только каких-нибудь там пискарей и окуней. Может еще и щуки водятся. Вот и ветеранская церковь. Это уже станция Дублты. Сама Юрмала состоит из многих станций. Это станция Майере. Железнодорожный вокзал. Откуда все начинается. И улица Ёмас. И гостиницы. И пляжи белые. Песчаные. И подходим к причалу. К речному Майере. На этом наш путь закончился. И идем дальше. Попадаем на начало улицы Ёмас. Зимнее время он красивая улица. Но не такая оживленная. Зимой, в общем-то, некуда ходить. Сейчас здесь полно народу. Здесь уютные магазинчики. Продают янтарь. Всякие сувениры. И магазинчики маленькие есть. И ресторанчики. И кафе. И бары. Заканчивается улица Ёмас. Церковью. Церковь иконы Божьей Матери Казанской. Когда-то она при Хрущеве была снесена. Но в годы независимости ее заново отстроили. Скорее всего сюда не только ходят верующие люди. Просто любопытные. Потому что она очень красивая. Далее мы немного прошли по улице. И через лесной парк Дзинтери выйдем на проспект Дзинтери. А здесь лесной парк очень оборудованный. Для детей это откровенное счастье. Потому что чего-то только нет. Можно и бегать, и прыгать, и кататься, и лазать. Просто великолепно в жизни воплотили идею. Добро пожаловать с детьми сюда. Это недалеко от станции. Недалеко от Майри. От улицы Ёмас. Сама Дзинтери и проспект Дзинтери. Был назван в 1922 году. До этого это был Эдинбург, поселок. В 1922 году это стало Дзинтери. Одной из легенд. Рабочие там копали канаву, ров, траншею для поводопровода. И на глубине трех метров ткнулись на золотую, на жилу янтаря. Янтаря было так много, что можно было черпать руками. Поэтому и Дзинтери. Так гласит легенда. Это золотой рыцарь. Он когда-то стоял в Риге напротив бастионной горки, как символ протектората немцев над Прибалтикой. Это поместье, дом Гомберга. Ему он много мецената. Остановил фигуры. Но ему не разрешили ни Петра Первого поставить в Риге на историческое место, или какое-нибудь другое. Ни золотого рыцаря. Поэтому он их поставил на своей земле, в своем поместье. Ну и сейчас вышли на пляж Майри, где не так много людей, хотя погода солнечная и теплая. Ну, люди в основном сидят в ресторане. Тоже отдых какой-то. Ну да. Можно и не спеша так идти. Купающихся почему-то мало, хотя вода 19 градусов. Вполне приличная для Рижского заморья. Сам пляж очень оборудованный. Тут и кабинки, и для переодевания, и туалеты, и шатры. И мороженое можно купить, и пирожное. И для детей здесь качели, карусели. Ну, на этом наша экскурсия заканчивается, поход на кораблике. Мы сейчас поедем домой со станции. Добро пожаловать!